Эту диету создал в начале 2000-х диетолог Орихов Миклер. Основной принцип – ты переходишь на питание по расписанию предков, можно есть только 4 часа в день, а остальные 20 – пить воду. Предполагается, что древние люди весь день охотились или собирали съедобные плоды и коренья, а вечером их съедали. По сути, это ранняя версия интервального питания с более жесткими условиями. Со временем, впрочем, варварская диета претерпела некоторые изменения, но принцип 24 остался прежним. В первой версии были разрешены лишь некоторые продукты – мясо, молочные продукты, фрукты, овощи, орехи, цельнозерновые макароны. Сейчас все ограничения сняты, но питаться в течение 4 часов в сутки вместо 8, как в обычном интервальном голодании, гораздо сложнее. Учитывая, что в короткий промежуток, когда есть можно, человек обычно съедает меньше, чем при обычном питании, похудеть на диете варваров не так уж сложно. Второй плюс – интервальное голодание помогает справиться с некоторыми проблемами ЖКТ, снизить уровень сахара и улучшить иммунитет. Главный минус – жесткие ограничения, из-за которых эта диета подходит далеко не всем. Лучше не начинать ее без консультации с врачом. К тому же масштабных исследований именно по этой диете не проводилось. Второй недостаток – она способствует объеданию в разрешенные 4 часа, что может привести к серьезному расстройству пищевого поведения. В более мягких вариантах интервального голодания так сильно есть не тянет. Диета варваров рекомендуется только как кратковременная, ее не стоит соблюдать очень долго. Для тех, кто принимает медикаменты во время приема пищи, она не подходит совсем. И уж точно не стоит ее придерживаться при наличии хронических болезней или беременности. Сейчас есть гораздо более щадящие варианты. Фото-дета-имиджес.